Приветствую, дамы и господа, салют, каданы и кошечки. С вами я, Метатроныч. Сегодня обзор на универсальное зарядное устройство от компании Кларус, которое с тем своим внешним видом напоминает пресловутое зарядное от Найткор, в свое время снискавшее славу, но это было около 3-4, может быть даже 5 лет назад. И с того зарядного устройства пошел просто вал различных зарядных устройств, шквал-вал, и сейчас мы возвращаемся практически к нему же, но сильно доработанному, и прежде всего доработанному тем, что здесь 8 слотов, а не 4. Во всяком случае, внешне она напоминает очень, очень Найткор, который был, Интеллитчардж, по-моему, он назывался, был-был давным-давно. Ну, в то время о 8-слотовых зарядных устройствах для лития, ну, а это универсальное, оно как литий питает, так и никель-металл-гидрид, никель-кадми. В то время о 8-зарядном для лития можно было только мечтать, не так много было лития, не так много было вообще аккумуляторов на руках, и все это стоило не так уж дешево. Сейчас же времена меняются, и вот появилась 8-слотовая для лития. Я понимаю, что были зарядные более специализированные под литий, можно было модельной зарядкой заряжать и прочее, но вот именно зарядных, которые я из коробки достал, включил, и оно работает, не было. Я больше даже скажу, до сих пор очень редко встречаются устройства, которые можно достать из коробки, включить, и оно работает, без каких-либо доработок, очень редко. Вы видели мои обзоры, у меня все обзоры исключительно честные, если устройство из коробки нужно дорабатывать, это большой минус. С C8 в принципе этого делать не нужно. Более того, я его сейчас запаковал, потому что те, кто смотрит мой канал на постоянной основе, знают, что не так давно было ЧС, было штормовое предупреждение, было отключение электричества, я перед этим всем заряжал все, что у меня было, и литий, и никель заряжал вот в C8, поэтому, кто следит, тот его уже видел, это устройство, а кто впервые зашел на канал и впервые увидел данное устройство, ну что ж, добро пожаловать, здесь я вам расскажу о своих впечатлениях об устройстве, мы заглянем внутрь, как обычно, немножечко технопорно, для тех, кто любит все разбирать, вы сами знаете, что я не сторонник разбирать устройства, если они работают, по одной простой причине, потому что, а зачем, если работает, ничего не трогай, как бы, когда вам, там, 15 лет, вам хочется все разобрать, у некоторых эта стадия не проходит, и они разбирают, 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 а потом пишут мне, как собрать назад, а мне это не очень-то нужно рассказывать, как что назад собрать, потому что я не знаю, что вы там разбираете постоянно, не делайте этого, друзья, лучше посмотрите в конце этого видео кусочек технопорно, или в середине, где я покажу внутренность этого устройства, дабы вы свое не разбирали, я это делаю исключительно для того, чтобы мне не приходили вопросы, то есть я заботюсь о себе, вы не думайте, что я это делаю, там, для вас, в первую очередь я забочусь о себе, потому что мне потом приходят вопросы, ой, метадроныч, я разобрал, что делать, куда девать, ладно, лирика-то хорошо, как обычно, бла-бла-бла, очень много, но вы это и так знаете, кто часто меня смотрит, прежде чем начнем, друзья, минутка спонсора, в общем-то, спонсор этого видео, компания Датакам, ребята делают видеорегистраторы и радиостанции, ссылочка на них в описании, перейдите, ознакомьтесь, тесты на их радиостанции, видеорегистраторы у меня также есть, и магазинный спонсор, магазин GearBiz, который любезно предоставил данные ЗУ на обзоры, тесты, за что им огромное спасибо, собственно говоря, ссылочка также будет в описании, также будет промокод, по которому вы сможете взять это устройство дешевле, что не может не радовать, ну, давайте смотреть, поехали. Поставляется все это в картонной коробке с логотипом Кларус, как вы понимаете, наверняка Кларус заказывает это где-то ОЕМ и получает такое ЗУ, потому что есть и с другими логотипами в точно таком же форм-факторе. Ну, что обратить внимание стоит? Прежде всего на то, что здесь написано, что он практически прям все кушает, от самого маленького лития 10-440 до самого большого 26-650, интересно, что он может заряжать С батареи, хотя 8 штук сюда С может и не влезть, они широкие очень, ну и никель-металл-гидрит, никель-кадми, размеры габаритные, вес 182 грамма, вот, ну и сами погрешности тоже плюс-минус 1%, как на литии, так и на никель-металл-гидрите. Окончание заряда 4.2, а на никель-металл-гидрите или кадми 1.48 вольта. Дальше все стандартно, плюс есть еще и USB-шничек, USB-шничек, выход тоже есть. Так, что у нас идет в комплекте? Вот такой шнур питания. К шнуру питания идет вот такой блок питания. Вы можете запитывать от 12 вольт ваше устройство, это роли не играет. Ну как не играет? Для меня это играет большую роль. Все, больше ничего нет. Для меня это играет большую роль, потому что от 12 вольт можно запитывать устройство во времена каких-либо ЧАЭС. Это очень хорошо. То есть, грубо говоря, от аккумулятора автомобильного. Ну и в автомобиле, естественно, тоже можете запитывать. На китайском и на английском. Инструкция не блещет ничем особым. На каждый слот обещано 650 мА. На каждый слот, на каждый слот. Здесь нет переключения, ток 650 мА. Они выбрали, видимо, для того, чтобы сделать какое-то среднее значение на все это дело. Ну и для того, чтобы в блок питания не вкладывать какой-то мега-мега мощный. Смотрите, 12 вольт, 3,5 ампера кушает. Хорошо. Пока еще не включили. О чем еще стоит сказать? Я им уже пользовался, да? То есть, вы понимаете, что это не только первый взгляд. Это именно уже обзор, уже попользовался. Вот эти салазки ходят весьма туго. Не все, опять-таки же. Вот крайнее это, крайнее это. Ходит великолепно. По-моему, вот это еще ничего. Остальные вот закусывают. Немножечко закусывают. Вот раз вот. Ну, вы сами видите. Вот оно. Подзакусывает. Когда вы пытаетесь поставить туда какой-то литий, к примеру. Вы начинаете вставлять, он у вас раз и подзакусил. Раз, вот. И все. Это немного неприятно. Так скажу. Выполнено все из АБС-пластика, как они обещают. И это пластик, который не будет гореть. Не будет возгораться, плавиться и прочее, прочее. Шесть прорезиненных ножек, под которыми находятся винты, которые мы открутим, чтобы заглянуть внутрь. Эти ножки не дают скользить. Ну, еще раз все ТТХ, пожалуйста, еще раз дублируются. Ладно, давайте включим блок питания и посмотрим, что произойдет. Подключаем блок питания. Заграется яркий синий индикатор. Ну, чтобы сейчас с тестерами не мучиться, можно подключить фонарь, который будет освещать всю поляну. В общем, выход на USB, еще можете что-то заряжать по USB-шине. Сколько она отдает? Сейчас посмотрим. 1 А может отдать, 2 А может отдать. Ну, думаю, тут все понятно. Сможете подключить практически любую нагрузку USB в ваш планшет и еще что-то во время заряда. Еще иметь USB-слот. По поводу заряда. Без проблем заряжает... Вот единственное, как я уже сказал, вот это закусывание не всегда интересно. Приходится отодвигать пальцем, вставлять аккумуляторы и потом она уже начинает работать. Трехсекционный индикатор, незащищенные аккумуляторы заряжать можно, но имейте в виду осторожно. Вот, хоть у него отсечка и есть, но вы сами понимаете, незащищенные аккумуляторы это дело всегда такое. Далее, можете хоть в какой последовательности ставить никель, ставить что угодно. По поводу нагрева. Литий не нагревается, ну, при таком-то зарядном токе. Но, как я уже отметил, у литий написано с самого маленького, да, до самого большого. Но вот с самого маленького до 14500 я бы не стал заряжать литий токами 650 мА. Ну, это мое личное мнение. Тем более, там, 10440 свистульки эти вообще не стоят. Все-таки слишком большие токи. Что-то уже побольше, да, те же 18650, пожалуйста, без проблем. По никелю, ну, смотрите сами, 650 мА. Если у вас емкость 2000 мА, вам желательно, конечно, заряжать 200 мА, 0.1С от емкости. Но если у вас никель современный, то переживать, опять-таки же, особо не стоит. Вот те же Enelope прекрасно во всем этом работают. Да, он зарядит и 14500, но это не очень хорошо. Вот видите, вот это вот закусывание, оно меня всегда вот раздражает. Я понимаю, что нужно раскрутить все, смазать, но из коробки такой вот небольшой нюансик. Я не считаю его особо сильным минусом, потому что, может, смазать забыли, может, еще что, но он есть. Озвучить я его, в принципе, могу. Так вот, 14500 зарядится без проблем и 16340 тоже зарядится. Но это слишком большие токи все-таки для столь малой емкости лития. Можно ли все 8 слотов заряжать? Да, прекрасно заряжается, проблем здесь я не заметил. Нагрева, как я уже сказал, не наблюдал какого-то такого, чтобы, знаете, там, ооо, там, замеряешь и такой, ох ты, елки-палки, там, 45 градусов, там, 49, там, 51. Нет, такого не было. 650 миллиампер практически не нагревает литий, он в комнатной температуре находится. Никель может немножечко погорячей быть. Но, опять же, потому что токи такие. По заряду было проверено несколько литиевых батарей совершенно разных фирм, марок, производств, время выпуска. Все зарядились до 4,2. Вот что-что порадовало, все зарядились до 4,2. Я переживал, что будет, там, 4,21. Я люблю, когда чуть-чуть меньше, это не так страшно для лития, нежели чуть больше. Понятное дело, если у вас литий защищенный, это уйдет просто в тепло. Но плохо, если у вас литий незащищенный, будет заряжаться по напряжению больше, чем положено. И здесь вот 4,2 у меня было везде, на всех 8 слотах. И я сидел с тестером такой, ну, думаю, ну, сейчас, ну, где-то будет, как говорится, ну, что-то сейчас я скажу. Ага, вот оно все-таки. А не вышло. 4,2 везде держалось хорошо. По поводу, кому будет интересен такой ЗУшник, я думаю, вы сами знаете, кому такой ЗУшник интересен. Да, кстати, на блок питания тоже имеется индикатор. К сожалению, в комплекте нет переходника под автомобиль. Ну, вам достаточно просто найти соответствующий штекер. И просто подключить его к 12 вольтам. Плюс внутри, минус снаружи. Ну, как и в большинстве случаев, ну, лучше это озвучивать. Потому что у китайцев бывает по-разному. Вот, бывает наоборот, минус снаружи делают, а кто не знает, потом бах, испалил устройство. Здесь же плюс внутри, минус снаружи. Показало себе хорошо. Сразу решил ее испытать именно перед ЧАЭС. Именно потому, что заряжать лития нужно было много. А гонять четырехслотовые зарядные устройства, ну, было как-то не с руки. Они тоже работали, они тоже заряжали. Но, тем не менее, был задействован Клаус. Он зарядил три комплекта батареек. Даже три с половиной, если, ну, я имею ввиду, три полных. И еще несколько раз там было по два аккумулятора, по пять. Там так, мелочевка различная заряжалась уже чисто из спортивного интереса. Справился вполне успешно. 650 мА это не те большие токи, которыми можно заливать там очень-очень быстро. Можете посчитать сами, я к чему это говорю. Если у вас аккумулятор там на 2600, ну, вот считайте. 650 мА, минус на тепло, сколько уйдет, КПД и прочее-прочее. Вот, имейте время там несколько часов на зарядку одного аккумулятора. Если у вас что-то... Да, кстати, это тоже проблема. Вытащить что-то из середины одной рукой не всегда удается. Может вылететь аккумулятор. Если у вас что-то, скажем, по емкости большое, например, там на 3400, то сами понимаете, это ставить нужно на ночь. Оставлять ли на ночь вообще любое зарядное устройство, не только это, это исключительно ваше решение. Я стараюсь на ночь без присмотра ни одно зарядное устройство не оставлять. Если же приходится оставлять какое-то зарядное на ночь, ставите его в металлический кейс, ну, на случай, если что-то загорится, чтобы ничего не разгорелось дальше. Какие вы используете металлические кейсы, асбестовые и прочее-прочее, это тема для отдельного разговора. Я уже рассказывал про это неоднократно. Если интересно, может быть, еще раз покажу. Если не интересно, ну, как время будет. На это я отвлекся. Давайте заглянем внутрь, потому как придираться к тому, как он заряжает, я сейчас не могу. По моим ощущениям, три полных цикла лития, он у меня зарядил, ну, и не только лития, и никель-металл-гидрида. И еще несколько циклов неполное заполнение зарядки, там был и никель, и литий, тоже были проведены. Это, конечно, не 100 тестов, но у меня и времени нет проводить эти 100 тестов. Тем более, зарядка ничего не дает, никакого вам шанса чем-либо управлять. Она просто включается в розетку и все, и заряжает. То есть, вам не надо думать, какой ток выставить, где чего. 650 миллиампер. Еще момент такой, да, это хорошо, что 650 миллиампер, а не 350, как в некоторых других. Это вообще медленно. 650 еще так. Куда ни шло. Ну, грубо говоря, полампера нормально. Вот. Ну, если было бы 350, как в некоторых других экземплярах, это было бы не очень, не очень радостно. А так, вполне все нормально. Ладно, давайте смотреть, что внутри, и на этом будем, наверное, заканчивать. Аккуратненько вынимайте заглушки резиновые. Аккуратненько, не потеряйте, они вам пригодятся. В дальнейшем складывайте их липкой стороной на чистую поверхность, чтобы она назад прилипла. Так, хорошо, где-то еще есть один винт. Ага, вот он, обнаружен. Вот здесь он, видите? Можете либо надпись отклеить, либо сделать отверстие. Давайте попробуем отклеить. Нет, отклеить не получилось, проще сделать отверстие. И с этой стороны еще один винт потайной. Тоже протыкаем, открываем. Если получится отклеить нормально, то, конечно, замечательно. Если нет, то нет. Смотрим, что же здесь внутри. Собственно, как и предполагалось, плата представляет из себя две платы четырех зарядных. И ничего особого интересного и нет. Так, маркировка, что тут? Какие-то две схемы, совершенно без маркировки, сточено, спилено, ничего не видно. Можно заглянуть внутрь. Для этого отцепляем направляющие, которые, к слову, запаяны, на удивление. То есть, они их одели и запаяли, чтобы ничего не соскакивало. Ну, ладно, молодцы. Сейчас попытаемся по-другому открыть. Открываем просто-напросто, вот так вот, вынимая направляющие. Кстати, ничего не смазано. Внутри все абсолютно сухо. Можно будет смазать силиконом. Будет лучше, лучше ездить. С этой стороны, как вы видите, железные салазочки. Их тоже можно будет смазать. Не забудьте открутить еще немного винтиков. И теперь все это дело аккуратненько вынимаем. Вот так вот это все и выглядит дело. Диоды здесь хорошо выполнены в виде световодов. Отлично, потому что некоторые модели действительно выводят диоды прям в самый верх. Здесь просто световоды, которые выводят свет непосредственно от диодов на плате. Вот они, маленькие светодиоды. По качеству сборки мне все нравится. А вот ревизия платы, вы можете заметить, какого года, какого парохода. 2014, 04, 03. Именно в то время и был, скажем так, рассвет Intel Charge. По-моему, тогда они пытались сделать восьмислотовые. Или уже делали, или пытались. Во всяком случае, вот оно. Вот оно это дело. Массово восьмислотовые литии, они пошли достаточно недавно. Во всяком случае, я их достаточно недавно встретил. Потому что больше был упор на четырехслотовые различные умные ЗУ, про которые я рассказывал неоднократно. Все чистенько, все аккуратненько. Придираться ли? Да нет, конечно же, не стоит придираться. Я не вижу, к чему тут можно придираться. Единственное, конечно, силовая часть не очень меня устраивает. Ну, да и ладно. При тех токах, которые он выдает, это не критично вообще никак. Все остальное просто великолепно. Во всяком случае, я не вижу. Вот вы видите где-нибудь какой-нибудь... Все вымыто, плата чистая. Нигде все обрезано хорошо. Прям вообще замечательно. Ну и все на этом, друзья. Еще раз огромное спасибо компании Датакам. Ссылочка на нее в описании. Ребята делают видеорегистраторы и радиостанции. И огромное спасибо магазинному спонсору, магазину GearBest, который предоставил данные ЗУ на обзоры и тесты. А с вами был я, Олег Гром, более известен как Метатроныч. Не чихайте, не болейте. Проведите остаток своей жизни с пользой. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok